Доброе утро! Привет, Чуть! Привет! Ой, что тебе пинка под задницу дала? А что ты под ногами валяешься? Думала машину брать и не брать и вспомнила, что сегодня первый день весны. Там вертолет летит. Всех вас с праздником. У нас до весны еще 20 дней, поэтому мысль о том, что машину брать или не брать, отпала, потому что у меня машина стоит на той улице, и надо ее просто местами менять. А еще, знаете, у меня вчера начал палец болеть, как заноза. И вот я раньше смотрела видео и не понимала, как может так, знаете, парикмахеры, что вот, типа, проблема, Чарли Бамо. Парикмахеров это там занозы, да, волосы могут за ногти попадать, еще там куда-то, я думаю, что за бред. Пока сегодня утром я не встала с болью в ногте, скажем так, и думаю, что за фигня. И вот смотрите, видите, волосы оттуда достала, такой коротенький, вот, стригла, видимо, и вот он туда залез, и прям болеть начала. Я просто его ногтем достала. Вообще, теперь это странность, не странность. Странность, не странность. Так что я сейчас позавтракаю, знаете, что хочу, сделаю тост с... Как же она называется-то? Каково это? Арахисовая паста. Вот, тут дурак. И с бананом. Бананы у нас уже прям совсем-совсем вкусные, спелые. И вот у меня вот такая вкусняшка. И поеду, наверное, на пляж. С Чарли Брауном. Сегодня, надеюсь, погода не очень, людей там тоже не очень много. Поэтому... Поэтому будем наслаждаться. Посмотри, просто посмотри. У меня вообще еды столько, что готовить сегодня ничего не надо. А очень жаль. Готовить я люблю. Может, что-нибудь придумать, даже не знаю, что придумать. Не знаю. Может, и придумаю попозже. У меня еще картошка, селедка есть. Сало. Ешьте сало, чтоб свисало. Ладно, завтракаем. И... Болит палец, зараза. И едем гулять. Видите, все машины уже почти переставлены на ту сторону. А я одна такая деловая. Это хорошо, что сегодня выходной. Вот даже написано, что с 16 по 31 на той стороне парковаться нельзя. А то могут, знаете, добросовестные соседи позвонить в полицию и сообщить, что я вот такая сякая, стою на неправильной стороне. Меня мало того, что на штрафстоянку везут, так еще и штраф влепит. А мне это надо. Вы думаете, что это от дождя? Нет, это не от дождя такие лужи. Это шторм, когда бывает. Сильно здесь вообще все затапливает. Слышите, как шумит море? Я не люблю этот пляж за то, что, вот видите, много народу ходит. И в маске-то особо не погуляешь, как бы, ну, как не хочется. Поэтому ходим по полям. Но я сегодня хочу посмотреть открыт Аль Кампо и магазины фруктиков каких-нибудь купить. Чарли, как всегда, идет, бежит и боится. Нет бы нюхать там всякие закоулки. Нет, он бежит и боится. Видимо, шума морского. Смотрите, как все затоплено. Но это еще уже спало. Потому что я видела у родственников в инстаграме, прям тут все было затоплено. Летом такого не бывает почему-то. Вот зимой часто. Куда-то иду, я даже не знаю, куда я иду. Просто гляжу, там вот люди идут туда-обратно. Ну, значит, есть выход. Вот куда? Дома. Вот я что-то не припоминаю, что это за дома. Куда они выходят. Ну, ладно, сейчас выйдем, посмотрим. Главное, Чарли нравится. У нас ночью был дождь. Все так вот. Лужи везде. Ну, здесь не такая грязь, как в России. Поэтому здесь, знаете, как песок, камень. Там вот сзади еще идут. Вот. И поэтому грязь не прилипает к ногам. Вот это вот радует. Потом она, когда высыхает, просто быстренько. Раз. Ну, песок, вы знаете, как песок. Прилипает. О, смотрите, какая красота. Мимоза. Если бы она еще пахла, как в России, было бы вообще шикарно. Но нет. Многие знаете, в Испании там вот кто живет и говорит, ой, какой запах, какой запах. Мне даже смешно. Какой запах-то никакого абсолютно. Здесь не пахнет так мимоза. Зачем, не знаю, врать. Вон ее сколько там. Есть вот другой какой-то желтый кустарник. Вот туда пахнет вообще шикарно. Он, кстати, начинает уже это цвести. В полях, где вот я прохожу. Интересно очень. Там вот машины ездят. Ну, ладно, сейчас посмотрим, куда. Куда нас ведут эти тропы. В цивилизацию точно. Короче, я вышла. Ой, у мальчиков там мячик вылетел. Обратно им кинуть. На пляж я столько скосила. Я почти вышла на... Не знаю, мне бы еще ходить и ходить. А я уже все на пляже. Очень странно. Вот по этой дороге запомнить надо. Вот так пахнет вкусно дымком. Я ни одной сториз не сняла. Я планировала на обратном пути. В инстаграм заснимать. Так, а я уже все нагулялась, нагулялась, можно сказать. Ну, блин. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Тorzok. Ты что ждешь-то? Камушек? Камушек ждешь? Да. И пошел копать. Копатель. Нет бы его взять сразу. Нет, он сначала его покопает. Ага, нашел. Оп, оп, оп. А он не хочет в песке его брать. Такой смешной я не могу, дурачок. Давай, точи, точи ногти свои. Весь закопался. Потом нажрется песка кашлять. Смешной. Не могу. Все, закопала. Это уже бессмертный номер. Или, наоборот, смертельный. Ах, такая вот у нас сегодня благодать. Алькампо открыт. Пойду фруктики куплю. Народу полно. А какое еще развлечение? В магазины ходить. Ну, еще можно пивко попить в баре. Да нет, развлечений море. Смотрите, сколько народу. Пипец. Все жрать хотят. Практически ничего не купила. В общем, мясо купила. Знаете, для чего? И кориандр. В общем, у меня очень давно задумка такая была. Сделать мне эти хинкали. Хинкали? Да, хинкали. И вот купила мясо. Забацую сегодня, наверное. Вот. Пару огурцов. Редиску. Это все на окрошку. Купила вот такие вот макарошки. Это суп. Салат. Клубника. Такой йогурт греческий с малины и ну, вы поняли, и яблоки. И все. На обед у меня сегодня будет шаурму буду делать. Шаурму что-то захотелось. Точнее, даже не захотелось. Нужно доесть мясо. Яблоки выкладываем. Лунчик. И усю. Народу мама не горюй. Не понимаю, зачем делают бумагу, на упаковку. Если там вот так. Вот это вот. Зачем? Зачем? Это же на выброс идет. Странные люди какие-то. Странные. Ладно. Готовлю шаурму и кушаю. Я тут уже все приготовила для хинкали. Тесто. Такое классное. Здесь начинка. Смотрите, она должна быть жиденькая. Вот лук. Я все сделала вот в роботе. А он делает мясо как бы, знаете, как рубленое. Не фарш, а вот рубленое. Или рубленое, как там правильно. Вот лук. Вот такие приправы добавила армянские. Правда, хинкали-то грузинские, да? Но приправы будут армянские. Они мне очень нравятся. Классно. В русском магазине покупала водичка с лимоном. У меня есть агрегат, который делает, раскатывает тесто за меня. Вот я сейчас пойду чаю, попью. Достану агрегат и быстренько налеплю. Вы знаете, когда есть подручные средства, там всякие агрегаты, роботы, то это все так быстро делается. Я, по-моему, переборщила с заваркой чая. Ммм, вкусный какой. Вот, что труда особого и не надо прилагать. Например, вымешивание теста, да? Для меня это так сложно казалось. А теперь он агрегат все для меня вымешивает и замечательно. Или, например, для меня пельмени катать вот это вот стоять скалкой. Это тоже для меня мучение какое-то. Есть агрегат, который тоже катает за вас тесто. антистресс. Опс. Пускай отдыхает. Я тоже пойду отдохну. Как раз подмаринуется немного фарш. Он такой жиденький должен быть. Кстати, надо мне освободить место в этом в холодильнике. В морозильнике, точнее, потому что я их буду замораживать. Сегодня-то я их не буду есть. Я их заморожу, а потом, когда мне надо, чай остыл. Пока я тут водилась, чай остыл. Вот. Агрегат надо помыть. В общем, пойдем, чай пить и устроим. А потом Магдаленку вот этот есть, отвратительный, отвратительный. Как будто муку ешь, знаете. Вроде бы как сочно выглядит, но сухие вот. Они вроде бы как влажные, но когда откусываешь, как будто сухая какая-то фигня. А когда запиваешь, оно все вот так вот рассыпается, как песок. Обрасывать жалко, приходится есть. Прочитала комментарий про лампу. Вот. И хотела, и вспомнила показать вам днем, как выглядит лампа. Надо дверять. Ой, чучу накормить, наверное, надо. В общем, вот так это стоит. У меня лампа. Сюда вот цветок поставила. Что-то цветок этот вообще какой-то непонятный. В общем, вот так стоит. Вы знаете, мы на ночь всегда вот это включаем, включать, потому что я без света совсем мне не нравится. А сейчас включаю вот эту. Я его поставила сначала вот сюда, но муж говорит, мешает смотреть телевизор. Вот. Ну, я сама так догадывалась немножко. И вот я вчера его вот сюда поставила, и прям очень даже ничего. Единственное, вот что мне не нравится, что вот этот вот шнур вот так вот. Ну, а как, куда его денешь, никуда его не денешь. В общем, так прикольная затея. Мне даже, знаете, очень нравится, что у нас стоит, там такой свет, знаете, приглушенный. А если еще и пользу приносит, то вообще зашибись, правильно? А что? Да, Чучи? Давай я тебе покормлю. Сейчас новую еду насыплю. Наверное, ковер сменю. В общем, уберусь немного у Чучи. У нас вот пасмурно, видите? Ну, очень тепло. Вот 23 градуса показывает. Из-за того, что ветра нет. Вот мой хозяин, дома король. Любовь моя. Так вот взгляд у него, смотрите. Мининю чику, мигуапу, мивида. Ну, я взгляд твой хотела показать. Иди сядь туда. Сьентате, окей. Бенга. Вот. Сьентате, сид. Ай. Смотри на меня своими глазами красивыми. Смотрите, какие у него глаза красивые. Ну, на меня смотри, Чарли. Что ты от меня хочешь, мам? Что ты от меня хочешь? Такой он красивый. Ну, ведь правда же красивый. Пишите в комментариях красивый. Дико, иди сюда. На Чучу побежал. Иди сюда. Ну, ведь красивый, а? И ты красивый, да, и Чучу красивый. Любовь моя. Вы думаете, это он такой, любой любит меня или что, да? Ну, конечно, и любит, но он за Чучу продается, за вкусняшку. Не за этого, не за канарейку. а за вкусняшки. Ой, какой красивый. Ладно, я же убираться собиралась. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 А вдруг работает? Можно, конечно, насадку купить. Там не насадку, а подставку. Не, не, не видят. Но из-за одной орешницы нафиг она мне нужна. Тем более орешки я пеку раз в 10. Никогда не пеку. Вот говорю, один раз пекла. Я даже не знаю, откуда у меня эта орешница. Наверное, кто-то так же подарил. Понятия не имею. У девчонок спрашиваю, говорю, ваша орешница? Она говорит, нет. Откуда она у меня... Это какой-то... Какой-то это. В общем, они такие классные получились. Смотрите, вот два у меня не... А куда я их уже положила? А, вот они. Это два остатки. Я их завтра сварю. С водичкой, все как надо. Тесто такое мягкое-мягкое. Мне кажется, будут очень вкусные. У нас еще пирожки есть. С картошкой, представляете? Ой, блин, едоки. Ну, ладно. Ну, вот видите, я сговорила что-нибудь сварганю. Сварганила. Телефон весь в муке. Ну, это, наверное, у всех так хозяек. Когда что-то готовишь. Особенно с мукой. Потом все по всей кухне. Мне вот этот вот коврик очень помогает. Силиконовый. Я в Лидоле покупала. И на нем прям просто суперский. Его легче помыть, естественно, чем потом стол отмывать. И вот лепить на нем классно. Вот. Так что вот такие вот у нас дела. Представляете? Нашла орешни. Надо же. Смотрите, как я вот эти лапшичку сделала. В общем, один слой положила лапшичку, да. Пленочку залила другой слой. И тут у меня несколько слоев. Таким образом он не сохнет и не слипается. И можно отправить в холодильник до завтра. То есть, видите, здесь несколько слоев. Я так в холодильнике пельмени тоже это замораживаю. Готово. Вот какой небольшой свет получается от этой лампы. Но у нас пока еще не совсем темно. Вот. И поэтому я вам хочу вот показать. Мне кажется, симпатично. Такой рассеянный свет. Особенно если еще телек включен, то прям нормально. Я без света не люблю, когда вот без света совсем. Мне так не нравится. Эпиз. Вот. Такие вот дела. Пойду я, значит, в душ схожу. С вами буду прощаться до завтра. Потому что, ну, что, душ там масочки, херасочки, все дела. Не хочу целоваться. Надоело. Целый день целуемся, Чарли. Тебе не надоело? Одно и то же. Одно и то же. Целуемся, целуемся. Целуемся, целуемся. Ой, зараза моя, двоража. Думаю. В общем, всего самого лучшего. И всем пока-пока.